Потому что ты не будешь жить, а ты не будешь жить, а ты не будешь жить. Итак, эта старушка жалуется, что у нее ноги не ходят, ей нужно проводить процедуру электрофореза, ездить в Ипподромный, это район в Дрозном. У нее нет мужа, он погиб во время Первой Российской войны. У кого есть дети, их повезут дети. Но ты поэтому и выходишь из ситуации, понимаешь, ты все, что должно делать государство, ты возлагаешь на детей. Конечно, дети не оставят своих родителей, но полно людей, у которых нет этих детей, как, например, у этой старушки. Давайте поговорим о здравоохранении в Кадыровской Чечне. Я недавно затрагивал эту тему у себя в телеграм-канале, делал публикации. Мне написала девушка, которая лежала в одной из больниц вместе со своей матерью, то есть она ухаживала за матерью, и это крик души. Она описывала все квесты, через которые нужно проходить, если ты человека своего близкого положил в больницу в Кадыровской Чечне. Но сегодня произошло кое-что, что удивило даже меня. Есть в Москве один человек, чеченец, фамилия Цуцаев. Он какие-то проблемные вопросы чеченцев в Москве поднимает, на кого-то, какого-то подростка, например, сфабриковали дело, хотят посадить, он об этом рассказывает. И в целом выступает на такой позитивной волне, такого братства между чеченцами и ингушами. У него даже какая-то организация, называется Войнах Вежри, типа Войнах и Братья, что-то такое. И вот сегодня он публикует у себя на своем канале видео с какой-то старушкой чеченкой. И эта старушка живет в республике, она жалуется ему на свое положение, и это связано со здравоохранением республики. Давайте сейчас, это будет немножко объемный кусочек, три минуты. Давайте все эти три минуты сначала ее послушаем на чеченском языке, а потом для тех, кто не понимает, я переведу, поясню и прокомментирую тему. Дай. Продолжение следует... Продолжение следует... Работает над работой... Космос под онлestитään параметры. Н physics не besondит тебя. Приотелек нейтр và индустинг. Я говорю им, что они так делают. Эти, это выжить, какие-то дети, это вредничают. Все-в香港 это было в стремлении. Как у них неприятно, что они накладывают, мы их не знаем. Как они помогают, у них мы сохраняеме. Мы можем сейчас сохранять. Насколько лет определили. Вы будете надеяться или остановиться и операцией, И они отвергали. Обращаемся к вошлую дорогу в последний день. И если мастер и запустят туристу, то можете найти друг друга в вашем доме. У них нет тренировки. Когда мы говорим о рамзане, мы верим в искусство. Итак, эта старушка жалуется, что у нее ноги не ходят. Ей нужно проводить процедуру электрофореза, ездить в Ипподромный, это район в Дрозном. У нее нет мужа, он погиб во время Первой Российской войны. И она живет со своей дочерью, которая замужем за ней ухаживает, и у них больше никого нет. То есть их некому возить, им приходится ездить на такси. И у нее был брат, вот это вот важный момент, у нее был брат, который был между двумя войнами, период без оккупации. Он был рядом с Ахматом Кадыровым и был убит, она говорит, радуевцами. Салмана Радуева мы все помним, что люди Салмана Радуева убили ее брата. И что люди Кадырова, то есть Рамзан и те, кто тогда окружали Ахмата Кадырова, они даже похоронили, говорит, ее брата у себя в Хосе-Юрте, ныне Ахмат-Юрте. То есть где-то там на кладбище, где лежит сегодня Ахмат Кадыров. И если бы он был жив, говорит, эта старушка, то никаких бы у меня проблем не было, он бы обо мне позаботился. И если бы Рамзан Кадыров бы знал, говорит, мою ситуацию, знал бы, что я сестра того самого, она называет там дальше видео имя этого своего брата. Если бы он знал, что я его сестра и у меня такое плохое положение, то он бы помог, он не знает, не дают до него донести эту информацию, говорит эта старушка, жалуется. Удивительная ситуация. Вы представьте себе положение здравоохранения в республике, если даже сестра одного из бывших приближенных к Ахмату Кадырову вот в таком положении находится. Как вы думаете, в каком положении находятся обычные люди? Вы знаете, в чем стыд этой истории? Сейчас даже не столько нужно акцентировать внимание, кто она там, брат, что там Кадыров, это все ерунда. Акцентировать внимание нужно на фаганде, которая нам рассказывает, как плохо в Европе, какие тут европейцы, значит, они низкоморальные, какие-то плохие ценности они хотят принести. И вот давайте со всем этим, никто же никогда с ними на эти темы и не спорит, потому что это не наша задача рассказывать, что европейцы там не такие или хорошие. Европейцы сами расскажут за себя. Но, говоря подобное, что здесь настолько все низкоморальные люди, они-то стреляют сами себе в ногу, потому что здесь вот в этой такой неморальной Европе, с такими плохими людьми, абсолютно незаботящимися, как там рассказывают о своих стариках, там дети бросают своих родителей и прочие вещи, но вот в этой стране невозможно, допустим, здесь в Швеции, возьмите любую другую Германию, Францию, невозможно представить, чтобы вот такая старушка в таком положении жаловалась бы блогеру Стокгольма, рассказывая о том, что она не может добираться до больницы, где ей делают процедуру электрофореза, и она просит его помочь именно в этой, в этом трансфере. Здесь невозможно себе это представить. Вы знаете, как здесь, как здесь ухаживают за стариками? Не дети их. Дети действительно, может быть, и отказываются от родителей, там дома престарелых, их отдают. Но государство заботится об этих стариках. Перед любой больницей увидите бусы, специальные бусы с пневмоподушками, на которых привозят, на своих колясках привозят этих стариков. Этот бус практически до земли опускается, чтобы они комфортно могли съезжать. Не нужно было, чтобы не было риска упасть, понимаете? Они свободно могли съезжать. Люди, ухаживающие, то есть социальные работники, если, например, человек сам не может добираться, то с ним приходит социальный работник. Все процедуры, которые нужно этому старику проводить в больнице, ему проводят. Более того, вопросы, сходить в магазин, например. Ты здесь в магазине встречаешь не просто инвалида или старика, а человека, который настолько прикован, бывает, который не может, кроме как вот своей кистью, пальцем одной руки, он ничем больше двигать и не может. У него даже не инвалидное кресло, а у него какой-то диван инвалидный такой, огромный. И ты видишь таких людей в магазине с сопровождающими социальными работниками. Эти показывают, что они хотят из продуктов, а те люди им покупают. И вот все то, что они покупают, это тоже не на те деньги, которые они где-то там наклянчили, стоя у церкви, прося или связываясь с каким-нибудь блогером и прося его о помощи. Нет, это тоже государство им выделяет пенсию на все их нужды. Когда, я-то понимаю, что об этом и мечтать пока даже у нас никто не может, о таком уровне сервиса. Но когда, черт побери, Кадыров, когда ты приведешь республику, у тебя 25 лет ты сидишь там, рассказываешь, что ты эффективный менеджер, что ты там что-то республику отстроил. Да, ты там фонтанчики, парки, скверики ты сделал. Да, есть где погулять, посидеть, где хорошее селфи сделать, чтобы инстаграм выложить. Это правда. Вот это все действительно ты сделал. Но когда ты, черт побери, хотя бы вопросы вот этих стариков решишь, неужели это такая проблема организовать для каждого нуждающегося в здравоохранении старика, организовать для него возможность добираться туда на такси, и чтобы там его обслуживали. Не деньги с него драли за каждую справку, там рентген и прочее, чтобы реально ему оказали необходимую помощь. Если у него есть какие-то процедуры, чтобы этот старик мог эти процедуры проходить. Да, черт побери, не только со стариками. Это, в принципе, это все с этой темой сталкиваются. Что надо тебе? Может быть, тебе совет какой-то нужен? Ну, как я свяжи людей ответственных за это, пусть они посмотрят. Или дайте знать, что вы, например, не знаете, как это сделать, и вам нужно, чтобы вам показали, чтобы вам рассказали, как в нормальных цивилизованных странах, которые плохие, низкоморальные, но эта сфера-то здесь очень высокоморальная, сфера здравоохранения. Вот, может быть, вам надо показать? Скажите, покажем. Расскажем вам, как это устроено, чтобы вы, черт побери, для людей могли это организовать. Чтобы наши люди могли пользоваться нормальными услугами. Я испытываю испанский стыд, когда вижу эту старушку, жалующуюся блогеру на то, что ей сложно добираться до больницы. Потому что тебе, даже будучи там в какой-то связи, бывшем в какой-то связи с ее братом, плевать и на нее лично, и в целом на всех чеченских стариков, которые нуждаются в этом лечении, в этой поддержке. И ты наверняка сейчас скажешь, что у нас дети есть, чтобы там возить. Вот ты поэтому и дебил, понимаешь, ты настолько дебил, ты должен понимать, что не дети это должны делать. У кого есть дети, их повезут дети. Но ты поэтому и выходишь из ситуации, понимаешь, ты все, что должно делать государство, ты возлагаешь на детей. Конечно, дети не оставят своих родителей, но полно людей, у которых нет этих детей. Как, например, у этой старушки. Почему люди должны зависеть от того, есть у них дети или нет, родственники, которые им помогут, соседи и так далее. Люди не безразличны. А не ты. Почему не государство должно этих людей беспокоиться? Когда уже, Кадыров, начинай. Там это еле-еле получилось заставить тебя обратить внимание на общественный транспорт. Хотя ты тоже специфически, конечно, обратил. Вместо того, чтобы хотя бы проекты железной дороги поставить вопрос где-нибудь перед правительством, ты закупил автобусы для Грозного. Ну и на том спасибо. Хорошо. Это тоже, в принципе, это движение куда-то вперед. Надеемся, что и дальше. Но будет. По крайней мере, будем тебе напоминать об этом. Но давай, обратите внимание и на здравоохранение. Там же твой зять сидит и своего зятя туда посадил. Вот напрягай теперь своего зятя. Пусть займется вопросами вот таких вот стариков. Конкретно вот этой старушкой, например, займись. И на примере этой старушки решите вопросы всех стариков, инвалидов и нуждающихся в таком лечении. Субтитры сделал DimaTorzok